Привет друзья, с вами Бора. Вчера не состоялся турнир, который я планировал ввиду того, что не набралось достаточное количество участников. Что ж, такое бывает без должных вложений в рекламу. Поэтому я сказал ребятам, что будут утешительные призы и сыгранем тем составом, что есть в творку на одной из моих карт. Я решил, что будет круто окунуться в ностальгию и поляпать в брошенных башнях. Благо сегодняшний Fortnite позволяет сделать это без особых запар. Пока мы с Андреем ждали участников, я решил дополнительно протестировать карту. Ведь на кону стояли хоть и не десятки тысяч вебаксов, но парочка боевых пропусков и хотелось, чтобы игра пошла как надо. Мы сыграли пару каток, внесли мелкие поправки в настройки карты, но в чате была практически полная тишина. Кто-то пришел пожелать хорошего стрима, как это делают многие, и сразу же ушел по делам. Понятное дело, весна, вечер пятницы, да и турик внутриигровой, но тем не менее, о том, что я буду проводить какой-никакой, но призовой забег, знали многие. Я писал об этом и когда турик отменял несколькими днями ранее и в течение последующих дней. Как на стримах сообщал, так и в чате на форуме Telegram. Но никто из тех, кто регистрировался, не пришел на мини-турнир, который я запустил. Ну, кроме Андрея. Но он и так постоянный зритель, и турик тут ни при чем. Однако, карта с брошенными башнями готова, заряжена на олдскульную игру, хотя бы отчасти, насколько это сегодня возможно и актуально. И я жду вас на стримах, если желаете помериться с силами и побороться за подарки. Код карты вы видите на экране. Тем не менее, стрим отрубать это кощунство, и мы пошли веселиться в нулевую высоту. Там и Илья в чате как раз дал возможности поиграть. С приходом второго сезона четвертой главы играть стало несколько сложнее. То ли ботов убрали на карты, где только боты, то ли меня подвинуло в каком-то рейтинге. Но в катке мне почти всегда попадаются реальные челы, и видно, что эти челы играют не первый день. С одной стороны, это хорошо в плане прокачки скилла. Но когда тебе 3-4 года, у тебя есть семья, работа и другие заботы, то ты хочешь играть в игру на расслабоне. Особенно после тяжелого рабочего дня. Но что поделать? Мне игра, а вам зрелище. Первая каточка началась вроде бы ничего. Я даже сделал килл в полете, который давно хотел повторить, что не может не радовать. Сразу после этого тоже было довольно весело. Плюс 2 кила за минуту. Это всегда хорошо. Потом дождались появления козырей, чтобы у главаря остырить карточку для открытия хранилища. И там уже всегда гуляй рванина, как говорится. Лут в хранилище имба. Хотя бы взять золотую помпу, на которую в первые дни сезона я наговаривал плохого. Извини, родная, ошибся я. Недооценил твои характеристики, кефир криворукий. Потому и гнал на пустом месте. На самом деле дробашь что надо, и я очень советую его выбирать. Даже серый. Обновленный прескучий нектар тоже имбулечком. Быстро хилит и сразу на фулл хп. Это очень удобно, особенно когда есть варик спрятаться хотя бы на короткое время от врага. Или когда вы бежите из бури. Применение вагон и маленькая тележка. Про патроны, золото и остальное в хранилище я молчу. В тиктоке полно приколов по поводу того, как зажимают чело в хранилище. И я все жду, когда же сам подобной ситуацией окажусь. Или сам кого-нибудь щеману по приколу. Знаете, кинуть машину с канистрами поджечь и застроить, или что-то в таком духе. Нечто подобное произошло, но в другой катке, о которой я расскажу позже. После бесцельного шорханья по карте в течение какого-то времени, мы таки попали в серьезную заварушку, которую я бы хотел вам продемонстрировать без купю. О, что ты божечки мои. Держи. Не, это только начало. Красоту запулили. Запулили красоту. Back off. Back off. Ну что, ты хочешь со мной поделиться короной? Патроны мне, патроны мне вот эти достатки этого тоже говна хватает. Вот этих можешь забрать. О! Помогай! Он на это и улетел. В ферне, да? Вон он хилится. За деревом. Да-да-да. Извини, я метку не поставил. Кек. Хи-хи-хи-хи-хи. Командная работа. Согласитесь, приятно одерживать вверх подобных ситуациях. Конечно, это не уровень кэшкапов от Epic Games, но ведь и большинство игроков фортика – это казуальный пипл, который играет после учебы, работой, несколько раз в неделю и не стремится в безудержный ретакт и мега-аим. Я просто пытаюсь радоваться мелочам, и у меня это получается. Ну, а дальше мы совершенно по-тупому слились, просто потому, что не учли, что чел со спины нас так быстро настигнет. В горячке боя и не такое случается. Ну, что уж тут дыхать. Пойдем дальше. Далее мы играли катку с Ильей. Вышло тоже не кисло, и как раз там произошел случай хранилища. Все началось вроде бы даже с ботов, но потом пошло шустрее. Хотя и навалка ботам тоже бывает веселой. Ну, тут походу ботики. И это хорошо. О, а вот это мне нравится. Далее опять козыри, опять хранилище, и вот небольшое приключение, которое с нами произошло. Пока мы лутали заслуженные награды, к нам со спины подкрался некто Морец 107HB и пытался втихую отобрать наше честно заработанное. Какая бестактность, безобразие. Но чел явно офигел от оказанного сопротивления и лег-прилег. Следом у меня случилось рандеву с его корифаном, который тоже пытался остаться незамеченным. Но не тут-то было. После некоторых акробатических номеров Alexa F2008 ушла вслед за Морец 107HB. Видимо и дальше пытаться изобразить стелс, который в фортике и даром никому не сдался. Ну что ж, каждый мочит, как он хочет. Страсти с любителями стелса еще не улеглись, а к нам пожаловали новые гости. На этот раз с парадного входа, как и полагается. В King of Fudge был тяжело ранен колено в ту же минуту, а его напарнику до лоби оставалось немногим более. Еще один залп соснопы, подлет на сабле, небольшая задержка, но от меня не уйдешь. Прошли какие-то мгновения и у нас новый бой. Я даже опомниться не успел из-за чего и допустил ошибку. У меня была выгодная позиция. Выгоднее, чем у противника соснопой на горе. Он был как на ладони, к тому же Илья пошел его отвлекать. Я бы мог спокойно дождаться момента и нокнуть его, но адреналин сыграл со мной злую шутку. И я, позабыв о том, что у противника есть где-то тиммейт, который может появиться в самый неожиданный момент, оседлал саблю и ринулся в бой. Промазал дробашом, но кое-как расковыряло его пистолетом. Хилл был весь израсходован в предыдущем бою, поэтому я оказался гол как сокол, чем и воспользовался тиммейт нокнутого инкогнито-340. Ситуация была наколена до предела, но Илья не растерялся и выдал по ненокнутому мейту порцию свинца, что правильно. В подобных ситуациях я неоднократно наблюдал, как люди добивают нокнутых челов вместо того, чтобы бить тех, кто еще на ногах. Мотивы таких поступков мне не ясны. Итак, ситуация напряженная, но по ХП у нас явный перевес, чем и воспользовался мой тиммейт. Грей Хэрриер 6605 вместе с инкогнито-340 отправились отдыхать в лобби, а мы продолжили свое победоносное шествие к желанному топ-1. 9 киллов на команду – вполне себе весомый результат. Неподалеку появился блуждающий остров, и я было думал ломануться туда, но нас опередили, и мы решили не переть на рожок. К тому же там и без нас случилась заварушка. Я уж было решил, что за спину волноваться не стоит, но, как говорил Конфуций, «б** там плавал». Однако ничего серьезного со спины не пришло. К тому же челик был один, и вскоре Миссиом 1356 уже был по дороге в лобби, где его наверняка ждал тиммейт. Далее у меня случился лакешот, который я не увидел, но услышал. Попал! Попал, чувака! И с того момента началась серьезная психологическая заруба, потому что топ-1 становился все ближе. И вот челы, с которыми мы еще будем бороться в самом конце. Точнее, я так думал. Оказалось, что мы грохнули одно дуо, а другое, пришедшее с блуждающего острова, еще попьет наши кровушки. Но до поры до времени. В данной ситуации можно было ломануться вперед, чтобы добить чела, но я предпочитаю, и считаю, что это правильно, сделать передышку и отхилиться, раз уж есть возможность. Тиммейт того челика ведь фуловый, и вдвоем они могут меня нокнуть за секунду, если мы с товарищем не подоспеем одновременно. И тогда быть беде. Один против двух – это плохой расклад, когда один – это ты. В живых осталось два дуо, мы в зоне, да еще и на горь. Отличное положение, однако сидеть на попе не вариант, ведь в любую секунду могут появиться враги и застать нас врасплох, поэтому мы тихонечко, без напряга, обследуем окрестности, дабы выследить врага и уменьшить его шансы на победу. И вот в стороне елочек мы увидели дуо, которое осталось против нас. Плюс где-то неподалеку скрывался челик из неполного дуо, который не высовывался из укрытия, в ожидании, пока мы не начнем файт. И правильно делал – когда прешь на рожон, то часто схватываешь по морде, что доказала следующая катка. Но здесь царями горы были мы, хотя и победа не далась нам легко. Моего мэйта нокнули, и я решил немного погеройствовать. Нервы сдали. Здесь можно было сыграть разные варианты, в том числе и менее опасные, все-таки я находился в относительном укрытии по сравнению с елочками противника. Но как случилось, так и случилось. Мы остались один на один, и я решил идти в атаку, которая увенчалась успехом. Топ-1, хотя и корявый, 15 киллов на команду и усиленная порция эндорфинов в крови. Впереди у нас еще одна сочная катка, которая началась практически с провала, села на волоске. Да, мы не заняли топ-1, но это было захватывающее и переполнено духом приключений. А ну лайк поставить под видео не забываем, ладно? Впервые за долгое время я согласился сыграть с рандомом из чата, который ну вот только что пришел. Обычно я успеваю сыграть с уже знакомыми ребятами, а те, кто только подписался, становятся знакомыми уже на следующих стримах. Вот и начало катки у нас вышло смазанным. Во-первых, мейт полетел не туда, куда я показал. Во-вторых, я неудачно упал и вообще думал, что сейчас будем в вопе. Однако катка обернулась самым неожиданным образом. Мне сразу же крепко досталось за то, что не успел первым к сундуку и я чудом унес ноги оттуда. Благо, и Демиер 666 оставался на связи и уже чесал ко мне навстречу. Я, честно, не верил до последнего, что смогу смыться оттуда, но, как видите, мне это удалось. Немного подсобрав лута и подхилившись, мы решили вернуться на локу, откуда я с позором убегал, дабы показать, что не вы тут хозяин. Началось восхождение на дом, во время которого мы напрочь забыли о том, что существует буря и она приближается. Ну, да и чихать на нее, правда, шо такое дамаг в единицу. В доме оказалась целая толпа народу, но где-то будто бы ниже. Я же предпочитаю забираться повыше, дабы иметь определенное преимущество перед противниками. Тем более мы играли в нулевую высоту, в которой отсутствует стройка, такая привычная для большинства людей, кто хоть что-то слышал про Фортнайт. Оказавшись на вершине здания, я понял, что тиммейт не со мной, а где-то внизу, и что-то с этим надо делать. Решимости вроде бы поубавилось, но огонек бравады уже было не потушить, поэтому я и не думал снова убегать, поджав хвост, а хотел показать зубы врагу. Чувачки, видать, тоже меня искали, хоть и безрезультатно. Однако я нашел их раньше. Тут уж и тиммейт подоспел как раз. Ну, а дальше все случилось словно в сказке. Достойный уход в лобби. Прямо с саблей улетел. А дальше у нас начались затяжные перестрелки с одним дуо, плюс тройное свидание с призрачным гонщиком, который безуспешно пытался поднять своего мейта. Но каждый раз я ему мешал это сделать. Первый раз мы столкнулись с тем дуо на окраине мега-сити. Лока, кстати, будто бы недоработанная. Выглядит немного пластмассово, хотя первое впечатление было вау, круто. Однако неразрушаемые дома, немногочисленный лут лично меня отталкивают от этой локации, даже несмотря на веселые покатушки на рельсах и новом транспорте, который почти бесполезен там, где нет дороги. Да, кстати, из глубины мега-сити я заметил еще одного противника, который мог быть не один, и поэтому нам срочно нужно было валить отсюда. Мы и так оказались между молотом и наковальней, не хотелось бы, чтобы молот ляснул по ней. Потому я взял мотоцикл, и под веселое журчание выстрелов в догонку мы понеслись к ближайшему укрытию в холмах. Но наши приключения только начинались. Далеко мы не уехали. Прямо под тем местом, где мы тормознули, было другое дуо, бой с которым тут же и начался. Кстати, это именно тот призрачный гонщик, о котором я вам уже говорил. Его тиммейта я грохнул, и этого челика он хотел пробудить, но тщетно. Пока, судя до дела, нам задышали в спину ребята, с которыми мы перестреливались минуты ранее, и мне очень хотелось не ввязываться в новый бой. Мне удалось нокнуть одного из них, однако его товарищ сумел достать и меня, что сравняло наши шансы. Быть может, если б я не прыгал, то нам удалось бы их одолеть, что в конечном итоге привело бы нас к топ-1, вероятно. Но чего уж махать кулаками после драки. Корифана того чела Демер-666 добил, но его тиммейт ушел. Наверное, это как раз он и проехал на тачке мимо нас возрождать мейта, но это уже не важно. Для многих игроков форта звук начала возрождения противника работает не хуже красной тряпки для быка. Вот и я ломану на руку, как поехавший, хотя не имел даже элементарно фулл-хп, чтобы совершать подобные выпады. Снова здравствуй, призрачный гонщик! А здесь нас догнали те ребята, что шли из глубины мега-сити, если я не ошибаюсь. Их было двое, они были фуловые, в отличие от нас, и были слегка навеселе. Если бы я не отвлекся на гонца, то мы бы были впереди, и решать вопросы бы начали они с гонцом и, возможно, его мейтом. Но вышло все как вышло. К тому же у меня тут еще и за спиной оказался засланный казачок, поэтому мейту пришлось танцевать против двоих какое-то время, пока я разбирался с Елбейн 88355. Как оказалось, мой товарищ в ту секунду не бился с двумя челами из мега-сити, но бился с тиммейтом Елбейн 88355, с кем имел честь я только что познакомиться. Но на горе еще оставались враги, и их было двое. Мейта нокнули, рядом подбегает противник. Хотя я и сумел нокнуть одного чела, но усталость от постоянного напряжения продиктовала мне команду бежать, что я и сделал в тот момент, пообещав себе и зрителям на стриме, что обязательно вернусь за карточкой мейта. Далее последовала небольшая беготня и попытки запутать противника, мол, я бросил товарища и свалил куда подальше. По дороге к тачке возрождения я думал, что меня таки нагнали те двое, но это оказался такой же одиночка, который проиграл мне в честной схватке. Дарты не те нынче пошли по ходу. Я поднял мейта, и мы продолжили путь. Относительно спокойно мы заняли довольно выгодную позицию на небольшом возвышении, неподалеку от нас кипел бой, но мой АИМ оставлял желать лучшего. Мы это еще раз нокнули, но я его поднял, и мы пошли дальше, где снова повстречались с призрачным гонщиком у машины возрождения. На этот раз ему уйти не удалось. И смотрите-ка, снова против нас в финале выступает дуо и одиночка, и казалось бы, до победы рукой подать, но торопиться в данном случае не стоит никогда. Всего одна ошибка, и ты ошибся, как говорили классики. И эта истина высечена в камнях поколений. Тиммейт погнался за челом, который оставался одиночкой, и сами понимаете, что для дуо, которое очень неплохо играет, расправиться с ними обоими не составило труда, равно как и со мной. Хотя я и ломанулся в лобовую атаку в надежде их обломать. Таким для меня выдался этот стрим. Надеюсь, что и вам понравилось, поэтому жду вас в числе своих подписчиков, а также зрителей на стримах. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok